Не очень понимаю, почему российским властям не нравятся волонтеры, помогающие украинцам. Мы знаем о нескольких случаях, когда волонтеры помогали украинцам перебираться, например, из Алэшек, это оккупированная территория, это левый берег Днепра, напротив Херсона, из Алэшек в Россию, а там дальше в Европу. И я уже в Европе разговаривала с пожилой парой украинской из Алэшек, спрашивала про волонтеров, как волонтеры их опекали всю дорогу, и они сказали, что как только мы перебрались из Алэшек в Крым, от нас волонтеры отказались. Я говорю, почему? Какая-то фамилия. У нас фамилия, есть база, мы родители атошника, и в принципе мы должны быть заложниками в России, где-то находиться в специальном месте, или даже может быть как гражданские заложники, цивильные заручники. Слава богу, никто никого никуда не стукнул, и просто нашлись люди, которые их там до конца довели. Это было два человека 75+, которым разрешили с собой взять по одному пластиковому пакету, там с одеждой, там с какой-то едой, которые бросили всю свою жизнь. Вот они с двумя пластиковыми пакетами через Россию шли к семье сюда, в Берлин, в Германию, к украинской семье, и в общем, волонтеры знали, что этих людей они не имеют права спровождать. Хорошо, но ведь не только такие люди есть. Есть куча обычных жителей, подвергающихся какой-то опасности, или просто не понимающих, что им делать. Это обычные жители, у стречка и старушки есть сын. Это обычные жители, они тоже могут не отвечать за своего сына. Это понятно, но тут хотя бы прослеживается какая-то логика. Страшно, потому что связано, или это касается многих историй? Это касается многих историй, если учесть, что все-таки Украина воюет. Там много кто воюет. Или у нас тоже частый случай непрохождение фильтрации. Когда не проходит фильтрацию человека, я вот там работаю с его чаще всего детьми. Вот это человек, который там 69 лет, пенсионер, не прошел фильтрацию. Почему не прошел, начинаем его везде искать, нигде он не ищется, и потом выясняется, что он когда-то был военным медиком. И по всем конвенциям международным такие люди считаются, естественно, мирными людьми. А в России считают, что это военно-пленные, что это военные. Туда же попадают паспортистские, отстанные полицейские, ветераны и так далее, и так далее. То есть люди, которые на момент начала войны, крупномасштабной, не были в рядах ни армии, ни полиции, ни разведки, ничего там еще. Не были военными медиками, были пенсионерами, была другая работа. Тем не менее, как только докапываются, что в анамнезе есть погоны, все, он военный плен, он не проходит фильтрацию. Хорошо, напомните, сколько было историй после крушения Каховской плотины, когда волонтеры рассказывали, что они пытались помочь эвакуироваться людям, но им мешали, им не давали помогать. Просто банально не пропускали в зону, где нужна была помощь. Волонтеры, в принципе, у российской власти вызывают очень большие подозрения. Вы согласитесь, какие-то люди, которые бесплатно, без зарплаты, куда-то едут, ну не может быть же, что-то они хотят. Они явно или шпионы, диверсанты, и они тут что-то спереть хотят. Ну, люди-то крайне подозрительные. Ну, сумасшедшие же, правда? Ну, в лучшем случае они сумасшедшие. Причем такие опасные сумасшедшие, деятельные. Ну, волонтеры никогда не вызывали большого доверия. Поэтому, ну, конечно, особенно на местах. Какие-то приехали люди, раздают бесплатно хлеб. Что-то тут, сами понимаете. Спасибо. Спасибо.